С вчерашнего дня техники на полигоне стало в разы больше. Теперь обваловкой очагов возгорания занимается 15 машин. Подмога пришла, и ее цель к концу дня завершить все работы по устранению задымления. Работа организована в круглосуточном режиме. Я лично, как председатель комиссии, держу ситуацию на контроле. В данный момент работает 15 единиц техники. В районе есть разрозненные участки тления, в данный момент около 300 квадратных метров. С первых дней пожара за ситуацией следят специалисты Роспотребнадзора. Во взятых накануне пробах воздуха превышение показателей не выявлено. Но контроль ведется до сих пор, причем очень жесткий, под особым вниманием деревни Сарсасбли и Балчаклы. При любом изменении качества атмосферного воздуха в этих населенных пунктах будут приняты адекватные меры. Здесь предусмотрены также с нашей стороны и преследования как юридического лица административные, так и должностных лиц. Более того, скажу, что при возможности следственные органы будут интересоваться этим вопросом. Традиционно они запрашивают материалы, и тогда уже будет решаться вопрос вплоть до уголовного преследования. Комиссия, которая была создана по случаю возгорания на полигоне, будет и сама вести свое расследование. Проверит информацию, озвученную руководителем полигона. Он заявил, что региональный оператор Гринта сократил финансирование на треть, поэтому пришлось экономить на профилактических мероприятиях, а именно на пересыпке мусора. О том, что недостаточные средства, это неоднозначный факт. Мы и этот вопрос изучим. Этот вопрос изучим, потому что по нашей информации, да, есть изменения в плане работы с твердокоммунальными отходами, согласно постановлению, но по нашей информации это никак не сказывается на финансировании полигона. Здесь, еще раз повторяю, это вопросы об исполнении должностных обязанностей сотрудников полигона. По двум статьям административного кодекса в отношении руководителя полигона разбирательство пройдет уже в конце недели. Наказание суровое. По одному из пунктов полигон могут вообще закрыть, но комиссия делает все возможное, чтобы этого не произошло. Много сил будет брошено и на то, чтобы таких ситуаций на полигоне больше не возникало. Александр Комаров, Ахри Исламов. Новости НТР.